Мир перевернулся, и уже нет никаких сдерживающих факторов. Все разъедает зараза морального падения отдельного человека и общества в целом. Все, что так долго формировалось в человечестве, все высокоморальные принципы общественных отношений, заложенные мной тысячелетия назад, еще со времен Ветхого Завета, все перечеркнуто ради одного, ради владения миром и управления себе подобными. Я всегда говорил и говорю, что самый страшный грех — это гордыня, которая дает гипертрофированное представление о персоне, о возможностях этой персоны по управлению себе подобными, и в конечном случае о стране, пытающейся давлеть над миром. Все забыто, все перечеркнуто ради одной цели — управлять судьбами и менталитетом людей и стран. Но управлять людьми, решать их судьбы — это привилегия только моя, Бога вашего, Создателя, но никак не человека, а тем более какой-либо страны, претендующей на власть над миром. Власть над миром и в духовном плане, и в материальном есть только мое право, и я никому не делегировал таких полномочий. Если вы посмотрите историю развития человечества, то легко обнаружите, что такие права я не давал никому. Да, я присылал своих посланников, пророков, но лишь с целью дать людям наставления, правила поведения в обществе, причем такие, которые не нарушали многовековую гармонию моего мира и которые позволяли человеку легко вписаться в мой мир, в его гармонию, добавив гармоничное сочетание человека и природы. Управлять судьбами, принимать отсчет человека о том, как он вел себя на земле, как он вписался в мой мир и как он совершенствовался как личность, как углублялась душа его, все это принадлежит только мне. Никто, я повторяю, никто, ни человек, ни государство не имеют никаких прав решать судьбы людей, родов, национальностей. Только я, ваш Создатель, решаю и выбираю путь каждого, исходя из выполнения им моего задания на этом этапе жизни в материальном мире. Все, что происходит сейчас в мире, как раз результат нарушения и несоблюдения этого священного правила. Никто не волен решать судьбы людей на земле, кроме меня. Даже великие правители мира были и остаются великими в истории только потому, что неустанно проводили мою линию по строительству государства и устройство общественных отношений. Конечно, на базе моего видения уровня развития страны в данных исторических условиях и на данном этапе прогресса человечества. Войны, теракты – есть результат самостоятельности людей, руководителей стран, принявших на себя смелость решения судеб людей, исходя из собственных, чаще всего, неправильных представлений о добре и зле, о роли религии и о роли Создателя. Все придет к порядку. Все прекратится только в одном случае, когда люди, государства, весь мир примет мою веру, веру одного Бога и мои правила общежития на основе божественных начал. И не станет тогда множество богов, и будет один Бог, и для иудеев, и для христиан, и для мусульман, и для буддистов, и для всех других религиозных течений. И на темной дороге человечества будет один свет, свет мой в мой храм, храм Создателя. Страна, первая принявшая мою веру и мое мироустройство, будет своим примером вести остальной мир к Богу, благодати и благости. Истина нового мира, мира новой эпохи заключается в том, что истина есть Создатель Единый для всех религиозных течений прошлого, настоящего и будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова